От проблем здравоохранения до острых социальных тем. В блокнотах у журналистов десятки вопросов. Глава региона ответил на все. Емко и аргументированно выражая свою точку зрения. Большая пресс-конференция шла три часа. Болевая точка сейчас. Погорельцы одной из казарм на рабочем проспекте в Собинке. Новогодние праздники. Там произошел крупный пожар. Без крыши над головой остались больше 80 человек. Некоторые до сих пор вынуждены скитаться по родственникам. В перспективе строительства нового дома для погорельцев. Но это долго и дорого, подчеркнул губернатор. Поэтому попросил своих коллег, чтобы мне дали предложение по краткосрочному решению проблемы. Как говорится, здесь и сейчас. То есть люди не должны два года жить в условиях, когда у них там вода еще с потолка. Или условно говоря, там мыши бегают. То есть они должны получить нормальное жилье. А с Собинскими казарами отдельно надо разбираться. А во Владимире на особом контроле сразу ряд проблем. Первая касается дольщиков из Комунара. Люди не могут въехать в свои квартиры два года. Компания-застройщик нарушила строительные нормы. Дело в том, что высота зданий в микрорайоне ограничена. По проекту дом по улице Центральной семиэтажный. По факту одна из его секций получилась в девять этажей. Со слов губернатора, чиновники пытаются узаконить дом с лишними этажами. Получится это или нет, пока не ясно. В подвешенном состоянии проект реконструкции парка УДТЮ. Владимир Сипягин признался, что в нем нет изюминки. Честно скажу, то решение, которое дала нам московская компания, мне не очень понравилось. Маловато, мало изюминки какой-то. Мало того, чтобы это называлось современным проектом. Сейчас какие-то мы свои пожелания выскажем, однозначно. Причем с привлечением специалистов. На контроле и мусорная тема. Власти области в срочном порядке решают, куда вести отходы после закрытия Александровской городской свалки. В начале этого года компания, которая вывозила мусор на полигон, в одностороннем порядке разорвала контракт. Владимир Сипягин подчеркнул, что уже в этом году в регионе начнется строительство мусоросортировочных комплексов. Средства на это направят сами рекоператоры. Мы проходили открытие новых полигонов. Спросите вот сейчас у любого сидящего в зале или где-нибудь там на территории нашей области жителей, он хочет где-то новый полигон под своей деревней там получить? Наверное, желания мало будет точно. Надо использовать те возможности, которые у нас есть. Да, есть определенные проблемы по старым полигонам, и мы активно их решаем. Вы знаете, вот три рекультивации в этом году было сделано, и теперь это прекрасные земельные участки. Особое внимание к нацпроектам. Владимир Сипягин сказал, что у него есть много вопросов к строительству ФАПа. В 2020 году в регионе должны были ввести в эксплуатацию 38 объектов, в том числе и одну амбулаторию, подчеркнул глава региона. Но из-за халатного отношения чиновников на местах планы были сорваны. До весны этого года работу над ошибками должны завершить. Все ФАПы оснастят медицинским оборудованием и обеспечат лицензии. Где-то недоработали муниципалитеты, где-то подвели подрядчики, а где-то, конечно же, и структурные подразделения органов исполнительной власти тоже дали сбой. Мы очень подробно будем с этим разбираться. Вот в течение ближайшего времени создана специальная комиссия. В культурном блоке тоже есть над чем работать. В Киржайском районе в плачевном состоянии находится мемориальный комплекс на месте гибели космонавтов Гагарина и Серегина. Губернатор о проблеме знает и считает, что памятнику нужно присваивать новый федеральный статус. Сейчас за мемориальным комплексом следят районные власти. Собрать деньги на реконструкцию они не в силах. Речь идет о сумме в 60 миллионов рублей.